Первый этап обновления передела измельчения ОНОВ-2 реализован. В отделении по производству апатитового концентрата второй обогатительной фабрики введена в эксплуатацию новая шаровая мельница. Работа по модернизации технологических процессов ведется и на других переделах фабрики. Подробно в нашем следующем сюжете. В течение месяца подрядчики вели монтаж оборудования и автоматизированные системы управления. После успешного проведения 72-часовых испытаний при полной нагрузке новая мельница запущена в эксплуатацию в штатном режиме. Поставщик оборудования – один из ведущих отечественных производителей предприятия тяжелого энергетического и транспортного машиностроения «Тяжмаш». Мельница по типу идентична предшественницы, но превосходит ее по производительности, что является неплохим заделом на периоды остановки линий, на техническое обслуживание и плановые ремонты. У нас сенсорное управление, то есть у нас уже больше датчиков наставлено, то есть мы можем контролировать больше параметров мельницы, и оператору проще. То есть мельнику уже ориентироваться, технологическому персоналу проще в оборудовании. То есть контроль ведется за шумом, за вибрацией дополнительно. То есть у нас также у нас сейчас дополнительная густая смазка идет на этой мельнице. Еще две мельницы планируется заменить в следующем году и четвертую в 2024. Но передел измельчения не единственный на ОНОВ-2, где идет модернизация технологических процессов. В следующем году фабрика отметит свое 60-летие. И несмотря на столь почтенный возраст, это по-прежнему современное высокотехнологичное производство. В этом году мы реализовали два крупномасшабных проекта. Это установка двух колонн флотомашин. Китайское производство запущено в работе. Уже в августе месяце они были под нагрузкой. И в ноябре месяце мы установили одну новую мельницу. Также в рамках модернизации технологических процессов ОНОВ-2 была запущена. Сейчас проходит испытание техническая секция номер 15 компании Бакор, которая имеет керамические фильтры, за счет чего будем экономить мазут. В это непростое для отечественных промышленников время реализация программ по модернизации производства – самый достоверный показатель надежности и стабильности компании. И Фосагра в этом списке занимает лидирующие позиции.